Добрый день дорогие друзья подписчики неожиданно нарисовался сюжет для очередного фильма которым хотел бы поделиться с вами и фильм называется ремонт газового двухконторного котла витапент 100 правда еще итоги ремонта я не знаю но суть такова что вот включаем котел в работу слышны какие-то позывы провернуть воду но самое главное не включается вот этого турбина не включается вентилятор померил напряжение тоже не подается то есть скорее всего надо лезть в мозги так называемый то есть на плату управления вот я уже посмотрел как можно вскрыть вскрыть и провод который подает напряжение вот он красного цвета вот сюда вот про вот он идет вот сюда вот у меня есть плата запасная не знаю правда рабочая она или нет и скорее всего что проблемой может быть проблемой вот это вот релюшка вот это вот релюшка я думаю или вот это крайне реле который не срабатывает и при включении не подает напряжение 220 на вентилятор вентилятор который запускаясь создает тягу и тем самым по трубкам сигнал поступает уже на датчик срабатывает датчик и идет запуск котла то есть проблема на теперешний момент нет подачи напряжения на на турбину скажем так на вентилятор турбины идем дальше будем пробовать заменять менять плату посмотрим что получится вот я снял одну плату и поставил уже вторую плату чтобы подцепил чтобы не перепутать какой куда пойди пойдут у меня шерчики но вообще в таких случаях лучше или записать их пометить там бумажки по подцепить или сфотографировать чтобы потом были какие-то концы чтобы разобраться это вот новая меня платка вот это вот старая плата которая стояла ну видимых нет никаких никаких повреждений на этой плате будем идти дальше посмотрим сейчас подключим вот это вот органы управления чтоб попасть там в дырочки вот в эти два резистора и переключатель и будем запускать дальше от снимем вам идем дальше ремонт витапент 100 вот значит демонтировали эту платку вот эти вот четыре по бокам 2 и 2 здесь и сняли вот с этих вот органов управления вот они сюда попадали три органа управления и будем ставить теперь новую плату и пробовать еще раз причина у нас ремонта это не работает вентилятор turbo наддува и соответственно не дает команду на запуск котла есть предположение что скорее всего одно из реле залипло уже но от старости скорее всего или подгорело вот новая платка наша вот новая платка если вы видите вот органы управления должны попасть в свои отверстия свои три отверстия он включать или два регулировочных без усилий каких-то надо подбирать как она будет как она будет примерно вот так вот сейчас продолжим итак поменяли плату одели кожух и сейчас вот надо все вот эти вот шеры ставить на место все шертики ставить на место для того чтобы было все ясно и понятно то есть как назад его стоя вот так вот вставляем для того чтобы было все в норме вот эти тоже все поправляем и будем делать пробный запуск котла я думаю что проблема должна устраниться и проблема скорее всего в релюшки в релюшки которая периодически может замыкать вот у этих вот релюшках не надо будет распаять ее и посмотреть что там к чему все продолжаем ремонт наш к как вот так вот все закрепили и перед тем как закрывать нашу плату или мозги как их в народе говорят еще раз отверточкой специальной фазовой проверяем чтобы у нас вот здесь вот на фазе был огонек вот он огонек он на фазе на элки все дальше движемся закрываем и запускаем наш витапент 100 итак приближается наша финальная часть если все получилось у нас заменой платы заменой платы включаем наш стабилизатор смотрим контролируем напряжение вот она где-то порядка 219 сейчас выровняется будет 220 и нажимаем кнопку пуска вот это вот в такое положение вертикальная горячая вода выключена кнопку пуска и смотрим что у нас будет с котлом пошел запуск воспламенение все все отлично все отлично так как камера сгорания у нас открыта но делаем регулировку чуть-чуть потише то есть котел мы отремонтировали котел снова работает ну и опять повторяю что причиной нашей неисправности скорее всего является вот этого черненькая 1 черненьких рылюшек вот этого скорее все право черненьких рылюшек они бывают залипают и не подают напряжение на турбину на вентилятор и соответственно идет сигнал на поджиг соответственно не работает котел благодарю за внимание подписывайтесь ставьте лайки ставьте дизлайки слушаю ваши предложения замечания всегда буду рад слышать спасибо вот собрали наш котел в кожух подключили стабилизатор я люблю всегда подключать все газовые котлы через стабилизатор и соответственно приборчик у меня здесь стоит также я сам смастерил который показывает вот стабилизацию 220 потребление 07 ампера не хватает до одного ампера и 122 где 121 ватт котел потребляет и соответственно нижние 5 и 7 это киловатт часы сколько у меня есть фильм так что смотрите на моем канале этот фильм про экономию электроэнергии на этом заканчиваем спасибо за внимание подписываем ставим лайки удачи всем